МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Готовность номер один. В канун 1 сентября в Республике проверили учебное заведение. Я гражданин России. Сегодня в России отмечают День государственного флага. С днем рождения столица в Чебоксарах прошел День города. Почти все школы и детские сады Республики готовы к началу учебного года. Лишь в двух средних школах ремонт закончат к зиме. А пока дети будут учиться в близлежащих учебных заведениях. Эти и другие вопросы обсуждались на еженедельном совещании у главы Чувашия. Специальные комиссии в течение лета оценивали готовность школы Республики. Проверяли систему пожаротушения, оповещения, кнопки тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Особое внимание в этом году уделялось контролю доступа учебных заведений, а также наличию современного оборудования в столовых и медицинских кабинетах. 100% школ имеют горячее питание. Только в трех школах у нас нет столовых, стационарных. Но там есть обеденные залы, буфетная система. И дети имеют возможность получить питание через привозное. Все школы Республики обеспечены необходимыми учебниками, но пока ощущается нехватка педагогических кадров. Вакансий 300 мест. Глава Чувашии поручил Министерству труда и социальной защиты разместить этот список везде, где возможно. Обсудили на еженедельном совещании ход диспансеризации. Сейчас начался второй этап. За четыре года были обследованы более двух третий жителей Чувашии. Активно идет работа и в этом году. В структуре заболеваний по-прежнему на первом месте болезни сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Выросло количество выявленных онкозаболеваний. За семь месяцев 2016 года впервые было выявлено более 16 тысяч в случае хронических заболеваний. Это 13% от всех обследованных. За семь месяцев прошлого года выявлено заболевание было 22 тысячи. Казалось бы, в этом году меньше, но мы связываем это с тем, что это второй круг диспансеризации. И фактически люди проходят диспансеризацию уже второй раз. То есть это те люди, которые проходили диспансеризацию в первом году. То есть у них, если и были выявлены заболевания, они уже поставлены на диспансерный учет. И по сути дела вот эта цифра 16 тысяч – это вновь выявленное заболевание. Еще одна тема совещания – уборочные работы. В Чувашии неплохой урожай зерновых, овощей и картофеля. Уже скошено более 80% площадей. В день убирают до 9 тысяч гектаров. По данным администрации муниципальных районов, в сельхозорганизациях скошено и обмолочено сегодня 234 тысячи гектаров. Это 81,8% от ожидаемой уборочной площади без кукурузы. Более 95% площадей зерновых убраны в Яльческом районе 99,3%, в Марпасадском районе 95,6%. Урожайность на сегодняшний день средняя по Чувашской республике составляет 23,5 центни раз гектара. В прошлом году было 27. В городах республики 20 августа стартовали ярмарки сельхозпродукции «Дары осени». Продавать излишки урожая фермеры и предприятия будут до середины октября. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. В Порецком районе продолжают устранять последствия африканской чумы свиней. О проделанной работе сегодня утром отчитался главный ветеринарный инспектор Чувашия. Для ликвидации очага в муниципалитет отправили 12 специальных комиссий. Сейчас необходимо сделать все, чтобы вирус не распространялся дальше. Работают специалисты менсийхоза, работают специалисты районного звена. Это порядка 30 человек. Более 40 человек сотрудники МВД, работают 5 экипажей УГИ БДД. Сейчас проводятся мероприятия по сжиганию трупов. Подготовлены места для сжигания в Семеновском и Мишуковском сельских поселениях. У населения из сельхозпредприятий было изъято более полутора тысяч голов свиней. В ближайшее время начнутся выплаты компенсаций. Чтобы получить деньги, людям необходимо написать заявление. Для того, чтобы представить Минфин для выплаты с бюджета денег, все решения приняты. Сколько человек и на какую сумму вы сегодня представите? На сегодня мы подготовим для населения Напольного, Рындина и Суресии. Сколько примерно подготовить? Ну, завершили еще в Козловке, Мочкосы и Октябрьске. Вот по сегодняшней информации тоже акты и реестр будем готовить. Тотальный контроль на дорогах помог зафиксировать случай незаконного вывоза мяса, что просто недопустимо. Очаг заражения может увеличиться. Нарушители попадаются на постах. Каждую машину осматривают инспекторы ГИБДД. Многие пытаются через Алатырский район вывезти и попадают на постах. Когда на постах попадают, там нет возмещения вот так вот по 146 рублей за мясо. Там мясо изымается, накладывается еще штраф и все это увозится на утилизацию. Работа продолжается. В ближайшее время предстоит изъять и утилизировать более тысячи голов свиней. Медриковалев, Татьяна Молокова и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня в России отмечается День государственного флага. К этой дате приурочили конкурс детских рисунков «Я гражданин России». Сегодня глава Чувашии Михаил Гнатьев встретился с участниками конкурса. Конкурс организовали две общественные организации. Движение «Я гражданин» и Ассоциация замещающих семей Чувашия. В нем участвовали воспитанники детсадов, школьники, ребята постарше. Каждый выбрал тему по душе. Можно было признаться в любви родному городу, стране, рассказать языком рисунка о своей семье, о желании заниматься спортом. А семья Львовых, одна из лучших замещающих семей республики, решила принять участие сразу во всех номинациях. Меня зовут Яша. А мне Даша, это Маша. Маша Александр Геннадьевич, папа. Мы во всех номинациях, понимаете, что есть? Постарались отразить в своем рисунке. Так, видим, что это роль семьи, жизни государства. Он нарисовал себя кадетом. И маленькая девочка, вот, первоклассница, дает цветы. Тот, кто защищает родину, дрожит ей, дрожит ею. И никому не отдаст ее никогда. Разрисованные обои, испачканные в краске и фломастерах одежда. Творческие люди проходят и через это. Главное, чтобы в семье все понимали и направляли в нужное русло. Иногда один рисунок формирует человека и его судьбу. Я гражданин России. Это вообще номинации сегодня символично так совпало, что с государственным праздником Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации, символ нашей России. Мы свою Россию любим, мы любим свою землю. И как раз тем самым пробуждаются патриотические чувства. Это очень важно, соответственно. Возрождается духовно-нравственная основа. Я благодарен всем тем родителям, которые взяли и воспитывали этих детей, детей как своих любимых детей. Это очень здорово. Около ста детей из замечающих семей предстали сегодня настоящими патриотами своей Родины. Их объединил День государственного флага. Родион Альхипов, Расиль Мухаммедов. Республика. В Чебоксарах стало еще одним спортсооружением больше. В Новоюжном районе столицы республики открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместится и спортивная школа имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова. Чебоксары по праву называют городом побед. Имена олимпийцев вошли в историю мирового спорта. Более 5000 юных чебоксарцев профессионально занимаются спортом. Ежегодно в столице Чувашии проходит более 400 соревнований различного уровня. Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса – это еще один шаг на пути к новым спортивным вершинам. Ежегодно открываем новые спортивные сооружения и объекты. Миллиарды и миллиарды рублей вложили. С одной единственной целью, чтобы каждый мог подобрать людьми вид спорта, и с семьей, и с друзьями, и с подружками могли сходить, позаниматься. Одновременно в новом спорткомплексе могут заниматься до 150 человек. Для жителей Новоюжного микрорайона, Южного поселка, поселка Ольгешева, действительно важное событие. И это важно то, что, в первую очередь, для наших юных горожан, они уроки физкультуры, близлежащие школы могут проводить в этом физкультурно-оздоровительном комплексе. Приятным волнением были охвачены все, кто с нетерпением ожидал открытия комплекса. Прежде всего, это более 400 воспитанников спортшколы. И даже ее руководитель, кому волнение в спорте обычно мало присуще. Я, честно говоря, не волновался так сильно, как сегодня, когда даже выступал на самых больших международных соревнованиях. Стою я здесь, а сзади замечательный, новейший спортивный комплекс. Мы знаем, что много-много вот этих мальчишек и девчонок сюда придут плавать, заниматься боксом на тренажерных снарядах. И они будут получать здоровье, уверенность и силу. Мы ждем вас. Фок по Игерскому бульвару включает в себя просторный спортзал для занятий боксом, специализированный зал с боксерскими мешками, а также 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и два тренажерных зала. Основные виды спорта – это бокс, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Старт дан. Вперед к олимпийским победам. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Легендарная историческая личность с привлекательными усами и по совместительству героя анекдотов Асилий Иванович Чапаев собрал чебоксарцев на чай. Праздник, посвященный знаменитому Камдиву, прошел в канун Дня города в сквере Чапаева. Там работала и творческая площадка «Таван Радио». Те, кто знал, кто такой Чапаев, отвечал на вопросы и получал призы. Те, кто не знал, после этого праздника точно ополучил о нем представление. В сквере Чапаева развернули мини-штаб Камдива, играли в настольные игры, рассказывали анекдоты, а на площадке «Таван Радио». Клеили усы, собирали пазл, портрет Василия Ивановича и пели песни времен гражданской войны. Так мы узнали, что у директора национальной телерадиокомпании неплохие вокальные данные. Сегодня замечательный, прекрасный день. Весь город отмечает в эту солнечную погоду наш общий праздник, день рождения нашего родного, дорогого, любимого города, нашей столицы, города Чебоксары. Мы решили устроить небольшое такое общение с нашими слушателями уже на этой площадке в сквере имени Чапаева. Сочетание развлекательной программы и образовательной, судя по всему, такой формат горожане оценили. Мы участвовали в детском конкурсе. Вот мальчики у нас сделали такие усики, посвященные Чапаеву. Также мы спели песню про Первую мировую войну, получается, про гражданскую войну. И получили вот такие замечательные призы. Диск «Таван Радио» и магнитики. Для тех, кому одного дня было мало, напоминаем. Музей Чапаева работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Если бы Золушка со своей каретой из Тыкова в минувшую субботу оказалась в Лакревском лесу в Чебоксарах, она бы просто умерла от зависти. Там проходил фестиваль детских декорированных колясок «Аистенок». «Аистенок» – мероприятие для Дня города уже традиционное. За несколько лет конкурс повидал самые разные транспортные средства на основе колясок. От звездолетов и ракет до печей с емелями. Тем не менее, каждый раз участники придумывают что-то новое. Мы участвуем в конкурсе колясок уже седьмой год. То есть на нашем счету 13 колясок. Мы очень опытные. Коляска в этом году называется «Бронепоезд ветеранов». Но так как в этом году год кино основан, и очень много советских фильмов, где показывают по работам, то мы на семейном совете решили то, что будем в этом году делать «Бронепоезд». Хочу выразить искренние слова благодарности родителям, и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам за ваш ответственный подход в воспитании своих любимых детишек. Дети чувствуют все это дело. Они целеустремленные, у них развивается мышление, открываются новые таланты, у них в жизни будут новые победы. В этом году в пяти номинациях конкурса участвовали 20 семей. Глава Чувашия встретился с народным артистом страны Олегом Газмановым. Исполнитель популярных песен приехал в Чебоксары за несколько часов. До своего выступления на Красной площади в столицу республики певец успел рассмотреться не только из окон автомобиля. Подробности в следующем материале. Чебоксары Олегу Газманову показывали с высоты птичьего полета. На смотровой площадке Дома правительства город как на ладони. Здесь по набережной чемпионаты мира по легкой атлетике. У нас издоровый народ занимался легкой атлетикой. Прежде всего ходьба. Все марафоны, которые выявили на Олимпиадах, это наши дружинцы. Олег Газманов рассказал и о своем спортивном хобби. Недавно народный артист начал оспаивать сапсерфинг. Это когда стоишь с веслом на доске. Олег Газманов признается, что перед каждой поездкой изучает в интернете историю города, в котором будет давать концерт. Я вообще человек любознательный. Потому что если ты перестал удивляться окружающему миру, значит ты уже все. Значит ты уже постарел. Вот я, например, посмотрел историю. Где-то в начале 20 века здесь было 5000 человек жило. Потом представляете, а сейчас такое количество людей живет. Значит город развивается в лучшую сторону. В столице республики Олег Газманов давал концерты и раньше. Певец признается, что чебоксары он полюбил. Горожанам народный артист пожелал побольше ясных дней. Самое главное, чтобы было мирное небо. И чтобы наша страна и ваш город развивались. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. Ежегодный арт-проект «Творческий бульвар» стал своеобразной визитной карточкой главного праздника города. Самые интересные площадки посетила Юлия Поженина. Уличные музыканты, балаганщики, цирковые артисты издревле радовали людей, поднимали настроение, восхищали своим творчеством. Прошло уже не одно тысячелетие, изменились формы и жанры. Но представления под открытым небом до сих пор восхищают людей во всех уголках земного шара. Именно поэтому самой популярной площадкой празднования Дня города Чебоксары стал Творческий бульвар. Большой уличный театр со сценой протяженностью более трех километров. 75 творческих площадок и более 500 артистов. Так выглядел Творческий бульвар в этом году. С перекрестка улицы Гагарина и проспекта Ленина и до Красной площади горожан ждал город прошлого, настоящего и будущего. Здесь можно было встретить Екатерину Великую, прогуляться с Пушкиным, увидеть мир глазами космонавта Николаева. А самых любознательных ждал фестиваль книги «Волжские чтения-2016». Организаторы постарались сделать их максимально интерактивными. Смастерить роботы, поиграть в любимые настольные игры или поработать на гончарном круге у чебоксарцев был большой выбор. Творческий бульвар с каждым годом все лучше и лучше, все интереснее и интереснее. И поражает всех наличием талантов на этой площадке. Но нас сейчас очень поразили в этом году украшения. Арки из цветов сделаны, где гостиница Чувашия. Поразили выступления фокусников, национальные костюмы, которые в таком традиционном чувашском колорите представлены. Ну и, конечно же, большое количество людей. Именно в этот день, день рождения города Чебоксары, воплощаются самые смелые творческие идеи проекта, рождаются новые таланты. Музыканты, циркачи, сказочные герои, каких только артистов не было на творческом бульваре. Даже всем известная злодейка Малефисента из сказки «Спящая красавица» на один день сменила гнев на милость, слово на добро. Я сегодня добрая пришла опознать всех жителей Чуваши с этим замечательным днем всех Чебоксарцев, с днем горда Чебоксары. Творческий бульвар – это изуминка праздника. Здесь каждый найдет развлечение по душе. Вот этот цветочный, прям очень здорово сделали. И самое вот это впечатлило больше всех, наверное, меня. Вот эта цветочная арка, вообще здорово было. Я здесь видела много конкурсов, здесь очень красиво. Площадь республики преобразилась в город молодых. Здесь каждый мог присоединиться к акции «547 причин, почему я люблю Чебоксары» и признаться городу в своих чувствах. А также от души посмеяться над шутками команд КВН Чувашии. Один о вас может подумать, что вы остановились в развитии. У любителей активного отдыха была возможность окунуться в спорт и поиграть в настольный теннис, мини-гольф и баскетбол с командой «Чебоксарские ястребы». Это очень здорово, и то, что люди могут себя показать и проявить на таких площадках, любой может выступить. Дай бог нашим организаторам, чтобы у них это происходило все лучше и лучше с каждым разом. В этом году проект только подтвердил, что креативных людей в Чебоксарах становится больше. В следующий день города мир фантазии и карнавала станет ярче и разнообразнее. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Ну а вечерняя программа собрала на Красной площади чуть ли не весь город. Праздничный марафон длился 5 часов. Его можно было посмотреть в прямом эфире национального телевидения. Телеверсию праздничного вечера вы увидите в ближайшее время. Молодые и уже успешные. Этим стройным красавицам было доверено представлять туристический потенциал регионов страны. Впервые в Чебоксарах состоялся открытый всероссийский конкурс «Мисс Туризм России». За главную корону воролись 28 девушек с разных уголков страны. Конкурсных программ было несколько, и жюри детально оценивали выступления каждой участницы. «Мисс Туризм России» стала Анна Пуминова. Она представляла город Сюмень. Наша Юлия Поличихина получила статус второй вице-мисс. На главной сцене состоялась и презентация первой муниципальной хоккейной команды «Чебоксар». Жители впервые услышали имена тех, кто будет защищать часть столицы в континентальной хоккейной лиге. По традиции, с днем города чебоксарцев поздравили глава республики, руководители столицы, гости. К 9 часам вечера на главной площади города было не протолкнуться. Еще бы! Концерт под открытым небом давал Олег Газманов. Народного артиста встречали бурными аплодисментами. Под знаменитую «Морячку» танцевало даже нынешнее поколение. Несколько хитов было исполнено на бис. Еще одна замечательная традиция – праздничный салют. К нему невозможно привыкнуть. Каждый раз он приобретает новые яркие черты. Не осталось без внимания жителей столицы в День города и традиционная утренняя зарядка со звездой. Около пяти тысяч жителей и гостей в воскресное утро вышли на Красную площадь, чтобы стать участниками массового праздника физкультуры и спорта. Звездой стал участник завершившейся на днях Олимпиады в Бразилии мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике Владислав Поляшов. Именно с его разминки для чебоксарцев и началось празднование Дня города. Ее с удовольствием делали и представители органов власти республики, и руководители организаций, предприятий, студенты, школьники, те, кто не может жить без физкультуры и спорта. И дождь им, как выяснилось, совсем не помеха. В чебоксарах разыграли кубки чемпионов. Профессиональный турнир «Единобор» в столице республики прошел восьмой раз подряд. В этом году чувашским файтерам удалось завоевать большинство наград. Кто стал сильнейшим, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Этот турнир уже давно стал визитной карточкой столицы республики. Лучшие файтеры приезжают в Чувашию каждый год. В этот раз вызов чебоксарцам бросили спортсмены из Ульяновска, Казани, Нижегородской области и даже Киргизии. Вот эти соревнования нас сплачивают, они нас мобилизовывают и прежде всего смотрят наши дети для того, чтобы давать физическую нагрузку, для того, чтобы всегда быть в форме. Это очень важно и значимо. Против лома приемов не найдется. Это в очередной раз доказал чемпион Европы Артур Шишокин. В бое против файтера из Казани ему удалось набрать максимальное количество очков. Завоевывать награды в день рождения столицы для чебоксарского спортсмена стало традицией. На турнире Кубок чемпионов он одержал победу и в прошлом году. Я думаю, домашние стены все-таки приносят какой-то стимул, настрой, потому что не хочется перед глазами горожан. Особенно в этот день, в день города Чебоксар, не хочется подвести. Заряжает, так что только на победу. Домашние стены помогли и Сергею Яковлеву. Чебоксарец положил своего соперника на лопатки уже в первом раунде. Мы готовились к этому бою 8 недель. 8 недель тяжелых сборов. Это тренировки двухразовые в день. И я думаю, это основной аспект, который сопутствовал мне в данном бою. Мгновенным нокаутом завершился и главный поединок турнира. Пояс чемпиона Евразии по боям без правил достался чебоксарцу Ивану Милованову. Спортсмену из Киргизии вручили утешительную медаль. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Такими стали минувшие выходные и первый рабочий день недели. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин